добрый вечер дорогие друзья для тех у кого совершенно нет времени представляю рецепт очень быстрого кулича на дрожжах сама делала первый раз и удивилась что это возможно берем 5 яиц сахар и щепотку соли пока отставляем хотя это можно сделать и позже емкость побольше наливаем 50 100 миллиграмм молока обязательно теплого 2 ложки сахара из общего количества и 3 столовые ложки муки также из общего количества дрожжи 60 грамм прессованные или 11 грамм сухих добавляем туда же все перетираем до однородной массы такой чтоб получилось как густая сметана накрываем пленкой или полотенцем и ставим теплое место я включаю духовку и ставлю недалеко от нее в это время пробиваем яйца с сахаром до однородной массы а потом взбиваем до белой пены посуда оказалась мелковата пришлось перелить в большую емкость добавляем растопленное сливочное масло и начинаем взбивать все ингредиенты взбиваем еще минут пять чтобы получилась однородная пышная масса в опару высыпаем всю оставшуюся муку выливаем яичную массу выливаем оставшееся молоко все хорошо перемешиваем и взбиваем до однородной массы затем накрываем пленкой и ставим на час в холодильник через час достаем изюм заранее промытый и просушенный пересыпаем мукой чтоб не оседал на дно формы и добавляем в общую массу все перемешиваем формы хорошо промазываем растительным маслом теперь заполняем формы я заполнила на одну треть но как потом выяснилось нужно заполнять на 0 5 то есть на половину формы может быть даже чуть чуть больше и я накрыла фольгой по привычке на 30 минут я всегда так делаю потом снимаю фольгу чтоб верхушка подрумянилась но в данной ситуации наверное так делать не нужно потому что через 30 минут после того как я вынула куличи из духовки сняла фольгу а затем обратно их туда поставила они чуть осели лучше самом конце это сделать чтобы не подгорели шапочки ну или если у вас духовка хорошая то и вовсе не накрывать по своему поведению тесто напоминает бисквит поэтому его лучше не тревожить куличи получились легкие и давайте посмотрим какие они внутри на вкус ну что же даже лучше чем я могла себе предположить и что удивительно запаха дрожжей вообще нет вот просто нет а еще у меня возникла идея что можно по этому же рецепту после того как пройдут праздники сделать торт наподобие бисквитного замечательный получится и если мы перемажем слои кремом будет супер вкусные сладкие мне понравились беру копилку готовим белковую глазурь я беру один белок так как куличи у меня совсем немного щепотку соли 200 грамм сахарной пудры и 0,5 чайной ложки лимонного сока взбиваем до мягких пиков покрываем пасхи и украшаем на сегодня все до новых встреч приходите почаще подписывайтесь на наш канал всего доброго рада была видеть вас в себя в гостях удачи удачи я